добрый день меня зовут алина и сегодня мы познакомимся с вами с классом химических соединений алкинами вы уже знакомы с алкенами алкены имеют в своем составе двойную связь алкины имеют в своем составе тройную связь и алкины и алкены обладают кратными связями и так чтобы составить формулу алкина нам необходимо количество углеродов увеличить в два раза и вычесть 2 например чтобы составить формулу пентина состоящего из 5 углеродов нам необходимо 5 умножить на 2 и вычесть 2 в результате у нас получится c5 h8 что и будет являться молекулярной формулой пентина чтобы составить структурную формулу мы будем здесь уже использовать как одинарные так и одну тройную связь на самом деле алкины точно так же как и алканы как алкены могут образовывать гомологи это все алкины между собой гомологи по сути а могут образовывать изомеры есть как классические структурные изомеры так и межклассовые изомеры давайте обратим внимание на межклассовые изомерии у алкинов алкины являются межклассовыми изомерами с алкадиенами с веществами которых есть целых две двойные связи. В сумме при составлении молекулярной формулы у вас будет получаться абсолютно одинаковое вещество. И там и там будет одинаковое количество углеродов, и там и там будет одинаковое количество водородов. Отличие можно заметить только при наличии структурной формулы. Например, пентин-1 будет являться межклассовым изомером с пентодиеном 1,3. Когда мы составляем название алкинов, нам нельзя забывать о том, что в конце мы должны указать номер атома углерода, у которого расположена тройная связь. А самое главное, самую длинную углеводородную цепь мы выбираем не только по ее длине, но и по наличию кратной связи. Кратная связь обязательно должна входить в самую длинную углеводородную цепочку. Итак, на данном слайде представлен 3-метилбутин-1. Здесь мы показываем, что у первого атома углерода находится тройная связь, и отсчет мы ведем именно от него, там, где есть тройная связь. А, например, не как у алканов, где мы ведем счет с той стороны, где ближе находится радикал. И только после этого мы уже приходим к номеру местоположения радикала. Но сначала мы начинаем называть точно так же. Вначале мы ставим номер и название радикала, а в конце ставим номер положения кратной связи. Итак, чтобы рассмотреть химические свойства алкинов, нужно посмотреть и на их структурную формулу. Алкины отлично вступают в реакции галогенирования, то есть это у нас реакции присоединения. И при присоединении разрывается одна из связей. У алкинов есть три связи. При, например, галогенировании, бромировании, при обесцвечивании бромной воды у нас начинает происходить реакция присоединения и разрывается одна из связей. В результате из алкины получается галоген-алкен. Также хорошо алкины вступают в реакции гидрогалогенирования. При гидрогалогенировании точно так же происходит разрыв одной из связей и происходит присоединение, но здесь уже происходит присоединение не только галогена, но еще и водорода. В данном случае важно помнить о правиле Марковникова, когда у нас присоединение идет при разрыве связи, и водород присоединяется к наиболее гидрированному атому, а галоген присоединяется к наименее гидрированному атому. Алкина вступает еще и в реакции гидротации, в реакцию Кучерова. В данном случае из алкина при присоединении воды под действием катализатора ртути будет образовываться новый класс соединений, кислород содержащий соединение, которое будет являться кетоном. С кетонами и альтегидами мы познакомимся чуть позже, но пока мы запомним, что в реакции Кучерова из алкина можно получить сразу кетон. Также алкины могут проявлять кислотные свойства, как например это было у веществ в неорганической химии. Так вот алкины, у которых у крайнего атома расположена тройная связь, в данном случае это ацетилен, могут образовывать соли с металлами. То есть при реакции с комплексными солями или при реакции с чистым металлом, при реакции с средней солью металла может образоваться соль, которая будет называться ацетиленит. В данном случае образуется ацетиленит серебра и это тоже будет одна из реакций, в которые вступают например алкины, но не вступают алкены. Также для алкинов характерна реакция полимеризации. Полимеризация это когда у нас из какого-то простого вещества образуется вещество, в котором увеличивается количество углеродов. Итак, из ацетилена мы можем получить бензол. Бензол это арен, который циклический и имеет несколько двойных связей в своем составе. Но здесь важно соблюдать условия, чтобы был обязательно катализатор в виде углерода, чаще всего это просто уголь, и температура не менее 400 градусов Цельсия. И в результате будет получаться циклический углеводород. Алкины можно получать с помощью спиртовых растворов щелочей, в результате чего будет образовываться не только алкин, но еще и соль щелочного металла, так как получаем мы из галоген алканов. Сразу же будет образовываться тройная связь. А вот ацетилен таким способом не очень удобно получать, поэтому ацетилен получают, например, пиролизом метана, в результате тоже образуется тройная связь, либо получать с помощью гидролиза карбида кальция, где в результате будет образовываться ацетилен и гидроксид кальция. То есть и там, и там, смотрите, будут участвовать металлы, да, и при получении просто алкинов и при получении ацетилена, но реакции немножко отличаются. Пироли сметаны используются довольно часто, и это очень удобный способ получения ацетилена. А на данный момент у меня все, встретимся с вами на следующих занятиях.